Добрый день, дорогие северодвинцы! Здравствуйте! Сегодня очередной эфир нашей программы. И сегодня у нас в гостях гость из Москвы, протерей Артемий Владимиров, настоятель храма всех святых в Красном Селе, в Москве, и преподаватель с 30-летним стажем, преподаватель высшей категории, член Союза писателей. В общем, регалий у батюшки много. Его многие знают. Он известный проповедник, часто выступает на телевизионном канале «Союз». Так что многие с ним знакомы. И тема нашей беседы, она близка отцу Артемию. Это тема просвещения и воспитания. Вот у нас есть в стране замечательное издательство, которое называется «Просвещение». Оно еще у нас из советских времен, нам известно, много издает хороших книг, учебников. Но с советских времен этому слову как-то мы придаем значение просвещение знаниями. Просвещение научными знаниями. А вот как вы все-таки считаете, просвещение, в чем истинный смысл этого слова? Конечно, трудно спорить с крылатой фразой, дорогие друзья. Учение – свет, не учение – тьма. Я, как филолог, часто размышляю над смыслом определенных выражений. Темная лошадка, серая лошадка, темный человек, дремучий человек. И, безусловно, воинствующее невежество, отсутствие адекватных, то есть истинных представлений о Боге, о мире, о человеке, какая-то ограниченность в познаниях, несомненно, не просветляет человеческое сердце. Конечно, просвещение подлинное должно делать человека солнышком. Как будто бы в душе горела свеча. И, безусловно, сегодня даже ёжику ясно, что знания, отвлеченные от нравственной жизни, гулый культ научного знания, не делает нас светлее. К сожалению, в нашей жизни гений и злодейства – вещи совместные. Можно иметь три высших образования и быть гениальным хакером, воровать информацию, виртуальные финансы. Сегодня время интеллектуальных жуликов, которые так по-умному распиливают бюджет, что комар носу не подточен. Хотя антикоррупционный комитет не спит и не ест, думает, как бы горе подсобить. В этом смысле для нас с вами просвещение начинается с урока добра. Просвещен ли мальчик, который знает наизусть таблицу умножения, но при этом любит мучить насекомых, отрывать лапку за лапкой у мухи или пластмассой раскалённой заливать каких-нибудь гусениц. Очень опасное состояние того малыша, который вместо того, чтобы любить всё живое, это живое уничтожает. Вот почему для нас с вами истинное просвещение сопряжено с личностью того, кто сказал «Аз есмь, я есть свет». Истинное просвещение, конечно же, удел тех, кто основывает свою деятельность на нравственных императивах. Так Эммануил Кант, западный философ, называл «божьи заповеди». И мне очень отранно, что наш диалог имеет место в воскресной школе храма Николая Чудотворца в Севередвинске. И я вдруг с удовольствием и радостью узнаю для себя, что здесь занимаются не только дети, но и взрослые. При этом такой конкурс, что три группы взрослых слушателей ждут, не дождутся, когда они смогут сюда войти и начать беседовать об истинном просвещении, о том, как избавить свое сердце от темных состояний, уныния, раздражительности, гордости, о том, как просветить свою мысль, чтобы мы воспринимали мир в его первозданных красках. Светить всегда, светить везде – вот лозунг «Твое солнце». Эти слова московский проповедник Артемий Владимиров повторяет себе постоянно. Накануне он познакомился со своими жизненными принципами северодвинцев. На лекции преподавателя русского языка и литературы высшей категории в основном тоже педагоги. Участники признаются – в своей профессиональной деятельности каждый учитель сталкивается с целым рядом вопросов. Один из главных – как найти общий язык с детьми компьютерного подземелья. Именно так о современных учениках отзывается про теерей из столицы. Растения, которые взрослены в горшочке, как рассада, но по весеннему времени почему-то не вынесены на солнышко, а поставлены на черный ход. Процесс нравственного фотосинтеза замедлен. Не хватает духовного хлорофила. В контакте между учеником и учителем заключена тайна человеческого общения. И этот контакт куда дороже денег, считает проповедник. Свою беседу с северодвинцами он наполнил жизненными сравнениями и злободневными юмористическими высказываниями. Тем не менее, основную мысль Артемия Владимирова – педагоги города Корабела поняли прекрасно. Чтобы не было педагогического выгорания, да, о том, что нужно где-то постараться быть смиренным, где-то постараться, может быть, переступить через себя, через плохое настроение и дарить свет детям, несмотря на то, что в каком вы настроении, готовы вы сегодня психологически или нет, да, то есть с каким настроением вы пришли на урок. И поэтому, наверное, я думаю, что любой учитель, он периодически испытывает вот такие, вот, скажем так, метания, может быть. Необходимо уметь смотреть на себя со стороны. Это называется критическое отношение к собственному эго. Уметь со стороны видеть себя и созерцать не свои мнения недостойства, а как раз вот эти тайные изъяны, недостатки и слабости, которые только тебе могут быть известны. Кстати, московский проповедник против тестовой системы в школьном образовании. Говорит, куда лучше и показательный, подлинный устный экзамен, когда ученик показывает свои знания в контакте с учителем. Протеерей очень начитан, очень современен, очень эмоционален в высказываниях. То есть, такие беседы повышают заинтересованность педагога в том, что ты делаешь, что ты делаешь для детей. Разгадка тайны общения педагога и воспитанника во взаимоотношении считает протеерей. Ведь чужих детей необходимо воспринимать как своих. И ни в коем случае не позволяет своему личному, возможно, даже угнетенному состоянию быть замеченным ребенком. Многие родители, действительно заботящиеся о своих детях, которые много вкладывают в них души, сердца, материальных средств, считают, что очень важно и главное в жизни отдать ребенка в элитную школу, гимназию, затем найти хороший элитный вуз. Если денег очень много, то, может быть, за границу вы должны отправить учиться. Вот как вы считаете, является ли это необходимым условием для того, чтобы жизнь человека сложилась? Чтобы человек стал, как образ такой, Баранкин, да? Станет человеком. Чтобы Баранкин стал человеком. Мы знаем, что, конечно, это недостаточные условия. Как во всякой теореме, есть два условия. Необходимые и достаточные, да? Но необходимые ли это условия? Вы знаете, я могу показаться нашим сегодняшним телеприхожанам недостаточно романтической особой. Мне иногда кажется, что мы живем в эпоху вывесок. Везде вывески. И часто, чем выше название, тем беднее содержание. Ведь одно дело – внешность, другое – внутренность. Не все, что блестит, то золото, не все, что сладко, то сахар. Вот вы упомянули элитную школу. Месяц обучения стоит 23 тысячи. Ну, слава богу, деревянных рублей. Элитнее не найдешь. Я за качественное образование. И ради получения этого образования и средств не жалко. Если, конечно, есть что клевать северодвинской курочке. Но, безусловно, результат, прежде всего, пусть проявляется в каких-то прочных нравственных навыках. Сегодня зачастую мы встречаемся с таким парадоксом. Ребенок изучил не только английский, но и арабский язык. Хотя еще учится в четвертом классе. Но при этом, выйдя из классной комнаты, начинает выражать свои мысли ненормативным образом. С его уст все время срываются не галушки, как у Николая Васильевича Гоголя, а блинчики. И для меня, как… Но не арабские. Блинчики местной выпечки. И для меня, как педагога, становится очевидным, что его психика подгнивает на корню. И современные бабушки в автобусе говорят, как вы смеете ругаться в общественном месте? Как будто бы в собственной квартире это позволительно. А мальчики отвечают, мы не ругаемся, мы общаемся. То есть для них это модус вивенди, образ их жительства. Вот почему, конечно, родители подлинно заботливые и любящие должны гоняться не столько за вывесками, сколько родить о подлинном качестве, как образование и воспитание. И думается, что это задача всех нас – учитель, священник, чиновник образовательного ведомства, родители. В конце концов, пусть это будет альтернативная школа, пусть это будет государственное учебное заведение, но если у нас, взрослых, с совестью все нормально, то мы, конечно, будем заботиться о том, чтобы возрастать не… Мы будем заботиться о том, чтобы взращивать не космополитов, не граждан мира, у которых за пазухой ни веры, ни любви к своей родине, ни знания отечественной истории, но будем поборниками здорового консерватизма, традиционного для нашей страны принципов образования и воспитания, а это значит, рано или поздно придем сюда, в воскресную школу, с которой и начинается Родина. А вот все-таки, что бы Вы поставили в основу всякого образования, в основу всякого воспитания? Что должно быть заложено вот в этой основе и как ее развивать? Сегодня… На что нанизывать вот эти ветви, да где этот ствол? Сегодня скрещивают копии в образовательном пространстве, на ресталище, светская этика и основы духовной культуры. Кто за, кто против? С моей точки зрения и этика хороша, правила хорошего тона, и основы духовной культуры – это фундамент человеческой жизни. И, конечно же, вспоминается в связи с нашим разговором русская пословица «Без Бога не до порога». Хотя, как педагог, я поставлю еще и такую проблему. Сегодня дети быстро схватывают незнакомое для них содержание, они уже знают, что такое исповедь. Они уже умеют правильно осенить себя крестным знамением. И быстренько усвоив церковный обиход, они зачастую не догоняют свои знания. И мы сталкиваемся даже в православно ориентированных учебных заведениях с вековечными школьными проблемами. Пропал фломастер у отличницы. Кто я? На переменке девочка дала в глаз мальчику-отличнику. Только потому, что он всегда готов ответить на заданный учителем вопрос. И сегодня необходим баланс, необходимо совмещать и духовное, и душевное, и внешнее, и внутреннее. Поэтому я назвал бы современного педагога героем нашего времени. Наша программа завершается. И хотелось бы попросить, какое бы Вы пожелание? Пожелание? Родителям, в первую очередь, конечно, и педагогам. На основе своего богатого опыта педагогического и духовного. Я не так богат, батюшка, каким, может быть, Вам кажусь. И на старуху бывает поруха. Однако я пожелаю Вам, дорогие мои друзья, надеюсь, что Вы не обидитесь за такое обращение, пожелаю Вам улыбки. Мы в свое время еще пели такую песню. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка – это флаг корабля. Особенно в Северодвинске, где зимние, долгие, темные ночи, необходимы Ваши улыбки, которые вместо фонарей и иллюминации будут освещать улицы и площади города, который очень важен для судеб России. И позвольте мне от Юрия Долгорукова, стоящего на Тверской улице, передать Вам, дорогие соотечественники, низкий поклон. Большое спасибо. Мы очень рады, что Вы нас посетили. Искренне. Простите за хулиганство, батюшка. Но без юмора тоже жить не надо. Конечно. Несомненно. Всего доброго. До следующего передачи. Субтитры сделал DimaTorzok